Юрист, специалист по борьбе с коррупцией Агея Загребельская присоединяется к нашему эфиру телеканала Freedom. Здравствуйте! Агея, приветствуем! Здравствуйте! Сегодня по информации СМИ мы знаем, что в 15.00 Путин выступит в Кремле перед депутатами Госдумы. Как вы думаете, что он скажет или на чем сделает акцент? Вы знаете, мне кажется, это не имеет большого значения, на чем сделает Путин акцент. На самом деле это такое практически завершение этой пьесы с так называемыми референдумами, которая была отрежиссирована с самого начала, начиная от подсчета, якобы подсчета голосов, цифр, которые должны быть в результате показаны по телевизорам российским гражданам и зафиксированы в документах, и заканчивая этим выступлением Путина. Понятно, что оно будет касаться попыток легитимизации якобы аннексии украинских территорий. Это будут очередные, наверное, какие-то исторические экскурсы и попытки оправдать свои действия и показать это все как победу. Но мы же прекрасно понимаем, что каждый гражданин России, он может, оглянувшись вокруг, увидеть, как выглядит эта победа. Это как выглядит эта победа в экономике России, которая за эти 7 месяцев была откинута назад на несколько лет, а, наверное, даже больше, чем десятилетия. И в ближайшее время это уже будет несколько десятилетий. Мы видим это побольше, чем 200 тысяч выехавшим за границу российских граждан. Мы видим это потому, что у России не осталось на международной арене никаких союзников и партнеров. Мы видим это потому, насколько упала российская промышленность. Мы видим это потому, что сегодня Россия не может экспортировать свои товары в большинство стран, в которые она их раньше экспортировала. Российские граждане не могут свободно путешествовать, летать и так далее. И каждый сможет оценить на самом деле, что это никакая не победа, это полнейшее поражение. И вот этот вот спектакль, извините, с этими так называемыми референдумами, это всего лишь попытка обмануть внутреннюю аудиторию, обмануть российских граждан, о том, что на самом деле это не поражение. Но мне кажется, что чем дальше, тем обманывать становится сложнее. Агея, ну наверняка ведь этот спектакль по аннексии украинских территорий, который будет признаваться только в Российской Федерации, видимо, будет так помпезно представлен, чтобы вся Россия увидела. Скажите, пожалуйста, ну хоть какую-то юридическую силу эти решения будут иметь? Нет, конечно же. Понимаете, эти решения, вот для примера, это то же самое, что сейчас, допустим, Берлин, берлинский парламент возьмет, соберется и примет решение об аннексировании Москвы. О том, что Москва это теперь территория Германии. Будет ли иметь это решение какую-то либо юридическую силу? Конечно же, не будет. Украина это независимое государство с территориальными границами, которые признала Россия. То есть это не то, что Соединенные Штаты Америки эти границы признали. Эти границы признала Россия. После этого Россия, российская армия пришла на часть территории Украины, разбомбила дома, убила людей, детей и женщин. После этого они открыли фильтрационные табора, лагеря, в которых они пытали этих же людей, детей и женщин. Часть людей, детей и женщин, они принудительно, мужчин, детей и женщин, принудительно выселили на территорию России. После этого они пришли с автоматами в квартиры, в эти разбомбленные дома, к остаткам людей, которые там остались еще жить, и сказали им подписать вот эту бумагу. Извините, пожалуйста, это чем-то похоже вообще на что-либо, которое можно найти хоть в каком-либо законе, в каком-то статуте и так далее. Вы знаете, это не только мое мнение. Я думаю, что любой сможет увидеть, насколько это незаконно в ближайшие дни, когда мы будем с вами смотреть заседание ООН. Я верю в то, что на табло, когда будет голосование, мы увидим, что стран, которые поддержат позицию России, как минимум не найдется ни одной, а как максимум это будет что-то типа режима в Мьянме, который, в принципе, уважает закон точно так же, как и Россия сегодня. Агия, мы понимаем, что это незаконная история совершенно, ни одна суверизованная страна мира не поддержит признание этих референдумов, но все же шоу-то продолжается, а зачем? Ведь и санкции возможны, и эти красные линии приведут только к ухудшению ситуации в самой России. Неужели там этого не понимают? Конечно же, наверное, эти вопросы нужно задавать Путину, а не мне. Зачем? Потому что на сегодняшний день, когда, знаете, говорят, что Россия воюет против Украины, да, конечно же, но Путин воюет против своего народа, потому что вы правы, что после этого Россия получит новые санкции, и эти санкции будут очень жесткими. Мы уже это слышали и от Европейского Союза, и от Соединенных Штатов Америки. Это значит, что каждый гражданин России станет еще беднее. Вот после сегодняшнего шоу у каждого гражданина России доходы, его возможности купить что-то, купить своим детям еду, обучить своих детей, они станут еще существенно меньше. После этого Россия станет еще более изолированной, потому что если еще несколько дней назад на российском телевидении хвалились, например, что есть отношения с Индией, с той же самой, я думаю, что мы увидим на заседании ООН, какое отношение Индии к тому, что делает Россия. То есть от России отвернутся после этого поступка даже те, кто до этого поддерживал с ней еще хоть какие-то хозяйственные отношения. Зачем Путин так относится к своему народу? Почему он уничтожает фактически свое собственное государство? Наверное, это нужно спросить у него. Но, вы знаете, на мой взгляд, учитывая все события от 24 февраля и даже в принципе ранее, с 2014 года, мне кажется, что Путина волнуют только его собственные имперские, диктаторские амбиции. И вот для того, чтобы удовлетворить эти амбиции, он готов убить сотни тысяч россиян, оставить их голодными, убить российскую экономику, но при этом главное удовлетворить вот это свое какое-то абсолютно имперское, необоснованное, ничем желание. Ну, многие говорят, что диктаторы удовлетворяют как раз самые кровожадные желания граждан своего государства. А в данном случае многие эксперты склоняются к мысли о том, что Путин вот этими заявлениями об аннексии, псевдореферендуме и так далее пытается поднять дух граждан. Ну, мол, вот смотрите, Россия расширяется, мы настоящая империя. Как вы считаете, насколько это соответствует действительности сейчас в современной России? Насколько сегодня российских граждан подобные действия действительно могут улучшить их настроение, их боевой дух поднять? Говорили же, да, хоть камни с неба. Голос граждан России никогда не интересовал Кремль. Кремль никогда не хотел слушать, что думают граждане России, и мы это видим по выборам, которые в последнее время в России, давайте говорить, откровенно фальсифицировались. На сегодняшний день мы услышали с вами голос граждан России по тем 200 тысячам, которые выехали за границу. Эти россияне, да, они не могут, к сожалению, проголосовать. У них не спрашивают их мнение, хотят они идти умирать в Украину или нет. Но они могут проголосовать ногами. Вот минимум 200 тысяч россиян, они проголосовали ногами, они уехали. Мы это видим по тем тысячам россиян, которые были арестованы на протестах с 24 февраля, которые вышли на протесты. Это тоже те россияне, которые попытались проголосовать, чтобы их голос был услышан о том, что они против этой войны. И, вы знаете, я уверена, что людей, которые вышли бы на протесты, которые выехали бы за границу, которые любым другим способом высказали бы свое недовольство этой войной, их бы было гораздо больше, если бы в России настолько жестоко не работал аппарат репрессий. Мы раньше говорили, что ФСБ Путин превратил в КГБ. Вы знаете, я думаю, что ФСБ уже превращается в НКВД, потому что тот репрессивный аппарат, который сегодня работает в середине России, то, как наказывают всех неугодных, то, как без каких-либо законных оснований, без какого-либо объективного расследования, вообще без суда, давайте говорить откровенно, потому что судом это назвать невозможно, арестовывают людей от мала до велика за кораблики, за какие-то абсолютно безобидные слова, за одиночные протесты. Вот это все как бы показатель того, поддерживает ли российский народ. Нет, я не думаю, что российский народ поддерживает эту войну. Еще такой вопрос, это информация, которая неподтвержденная. Мы говорим о том, что может быть, а может и нет, но есть такой инсайт, что Путин оказался в не очень хорошей ситуации, это и так понятно и видно, как внутри страны, так и на международной арене. И вот есть теория о том, что войну его попросили, неоднозначно попросили закончить к 15 ноября. Это мы говорим о том, что будет саммит, будет доцентка собираться, поэтому ему нужно вот к этому событию прекратить свои наступательные действия, иначе в противном случае будут применены санкции и уже даже теми странами, которых он считает сегодня друзьями. Как вы считаете, насколько эта версия имеет право на жизнь? Это вполне возможно, потому что смотрите, что происходит. Те страны, которые дружили с Россией до уровня, что они даже в первое время, видя все эти беззакония и зверства, они все равно умолчали, и они пытались дать России время для того, чтобы она все это исправила, они начали нести большой ущерб из-за этой войны. То есть население стран, партнеров России, бывших партнеров России, оно начало беднеть, потому что действия России отображаются, и результаты этих действий отображаются в разных точках мира в виде повышения цен на энергоносители, повышения цен на продовольство, в виде ядерных угроз, в виде инфляции, в виде депрессии в отдельных странах экономики. И, конечно же, лидеры этих стран, они вполне логично, они уже должны были даже в своих собственных интересах обратиться к России и сказать, что это нужно остановить, потому что страдают из-за этого все. Это не только война против Украины, это фактически Россия огласила войну всем, потому что каждый из этого несет определенную часть убытков. Но, как мы видим, по сегодняшнему, потому что сегодня собирается сделать Путин, фактически он даже своим бывшим партнерам и друзьям сказал, что их мнение его не интересует, потому что в каждом углу Земли, на какой мы бы с вами континент сейчас не обратили внимание и не послушали, что там говорят, всюду это воспринимается как эскалация со стороны России, как неуважение к международным правилам, как неуважение к статуту ООН, как неуважение вообще к базовым каким-то элементарным понятиям, на которых со времен Второй мировой войны жило все человечество. Поэтому, да, это вполне возможно, что так и было, но я думаю, что Путин показал свое неуважение к мнению всех. Очевидно, друзей у Путина станет все меньше, а мы будем за этим наблюдать. Спасибо. Спасибо большое. Агия Загребельская, юрист, специалист по борьбе с коррупцией, присоединялась к нашему эфиру. Продолжение следует... Продолжение следует...